Пляски в руссконародном стиле с различными вариациями мелодии, от современного звучания до привычного народного. Танцы некрасовских казаков с элементами турецкой культуры, а также дерзкие, захватывающие по горцам. Именно это и многое другое можно было увидеть в блоке «Народный танец» конкурсной программы «Влад Дэнс Сити-2018» на Международной неделе хореографического искусства «Симфония талантов». В состязание собрали более полутора тысяч конкурсантов в возрасте от 5 до 18 лет из Приморья, Хабаровского края, Преамурия, Еврейской автономной области и Южной Кореи. «Восемь лет назад, когда мы его начинали, боялись, если честно сказать, потому что такой конкуренции в городе нет, чтобы сказать, ой, конкуренция, ну просто, понимаете, начинали новую работу и так далее. Но вот на сегодняшний день это итог. Приятно, что уже стали все коллективы, не просто вот приехали на конкурсы, а просто друзья. Дети вырастают на глазах. Восьмой год». За кулисами и в фойе царила дружеская атмосфера. Те, кто уже показал номера, смотрели и обсуждали свои танцы с экрана в записи. Кому-то только предстояло выйти на сцену. Последние репетиции сложных элементов, а также психологическая настройка на успешное выступление. Ведь конкуренцию на конкурсе никто не отменял. «Мы посмотрели наших соперников, ну какие вообще есть кандидаты, можно сказать так. Ну, волнение сильное». «Есть коллективы из нашего города и, естественно, нам чувствуется эта конкуренция и борьба, но мы все равно готовимся на лучшее. Хотим победить». «Выходить было очень страшно. Боялась, что будут ошибки, но когда выходишь на сцену, будто все снимают рукой. Очень весело, и ты просто даришь зрителям радость». К слову, зрительный зал собрал людей разных возрастов, но главную оценку конкурсантам выставляла международная жюри. «Коллективов творческих очень довольно-таки много интересных. Интересные есть, скажем так, номера, уровень участников, ну, скажем так, что средний, ну, кто-то выше, кто-то по-разному». Ежегодный конкурс «Влад Дэнс Сити-2018» создан для пропаганды детского и молодежного творчества, а также для повышения профессионального уровня руководителей коллективов и международного культурного обмена, дружбы между сверстниками разных стран. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.